обращаю ваше внимание на то что youtube без спроса отписывает так что проверяйте подписку ну и в 18.00 на одном или на втором моем канале каждый день выходит новое видео просто приходите ко времени здравия всем желаю предлагаю посмотреть следующую выборку что были за войны за то время что миновало с великой отечественной войны и причина этих войн обращаю ваше внимание что выборка далеко не полна азербайджана армянская война на горно карабахский конфликт между армении и азербайджаном до сих пор тлеющий конфликт начался из-за территории под названием на горный карабах война перешла в открытую фазу война за земли грузино-осетинская война 2008 год война за контроль над территориями начался вторжением грузии на территорию южной осетии война за земли индопакистанские войны с момента получения в 1947 году независимости индии независимости пакистаном начался пограничный конфликт по поводу территорий пинжаб кашмир штаты которые сейчас принадлежат индии территории где проживает преимущественно мусульманское население война несколько раз переходила горячую фазу погибло много людей до сих пор там взрывают война за земли если мне кто-то попробует возразить что это не совсем так сказать цивилизованные цивилизаторами народы так поступают ну давайте посмотрим вот этот вот случай англо-аргентинская война война началась по поводу островов в атлантическом океане в результате захвата спорных территории аргентины англия направила к островам значительные военно-морские силы практически весь свой в наличии имевшийся флот потеряла несколько боевых кораблей несколько тысяч человек война за земли ну а это уже верх цивилизованного подхода череда целая череда израильско-арабских войн последнее что произошло в череде войн захват израилем голландских высот израиль до сих пор их удерживает по праву сильного война шла за территорию религиозные и прочие противоречия это уже были на втором плане война за земли но это уже верх цивилизованности в кавычках и цинизма на землю палестины приехал государство израиль объявила о том что эти земли больше не принадлежат палестинскому народу который проживал на них тысячи лет за эти земли по настоящее время палестинских арабов убивают тысячами вторая мировая война которая была начата гитлером в целях завоевания жизненного пространства земли погибло 50 миллионов человек по другим оценкам говорят больше это только в одной европе основной кто пострадал был советский союз на чью территорию замахнулись гитлеровские нацисты война за земли все колониальные войны были за правообладанием территориями если не в смысле среды обитания для колонистов митрополии то в смысле экономического контроля над этими территориями все колониальные войны это войны за территорию самый типичный пример колониальной войны войны за территорию это уничтожение индейского населения америки когда было уничтожено практически все коренное население северной америки остатки выжившие были согнаны в резервации которые находятся на непригодных для жизни территориях вообще. Война за земли. Я благодарю моих соратников, которые присылали мне ссылки по поводу конфликта, который начался на территории Ингушетии. Есть информация о том, что на территории Ингушетии введены федеральные войска, Росгвардия, происходит обыск, по домам изымается даже зарегистрированное оружие. Я благодарю Мухаммеда, я благодарю единение славян, я благодарю соратников, которые присылают мне ссылки, потому что в последнее время мне все сложнее подготавливать материал. Я не успеваю отслеживать ленту новостей. Такие ссылки для меня очень ценные и очень важны. Благодарю вас. К чему была моя такая долгая подводка по поводу того, что все войны, которые были, это были войны за территорией, к следующему, не понимать, что создание любой территориальной проблемы ведет к войне, абсолютно невозможно. Я не представляю себе такой ситуации, при которой власть это бы не осознавала. То есть власть прекрасно осознает о том, что создание любой территориальной проблемы это пролог к войне. Все войны имеют в основе своей территориальные претензии и по поводу силового решения этих территориальных вопросов. Так было в течение всей истории, но это не все, что я хотел вам сказать. Я хочу сказать следующее, что для того, чтобы начать войну, необходимо создать эти территориальные претензии. Именно этот принцип использовали в Притонии, когда уходили из Индии, поделив Индию, собственно, на Индию и на Пакистан. То есть они уже тогда закладывали эту войну, которая и по сейчас идет с 1947 года, принося каждый год жертвы. У меня вопрос, почему власти создают условия для начала войны на Кавказе. Повторяю, я полностью исключаю у властей непонимание того, что лежит в основе всех войн, всех времен, всех народов. Я считаю, что они прекрасно об этом знают. Я считаю, что они намеренно создают на Кавказе предпосылку для новой войны. Я прошу считать это мое видео официальным обращением в Следственный комитет России в связи с тем, что власти толкают народ к войне за землю. Я прошу Следственный комитет России расследовать причины передачи части территории Ингушетии в соседние республики. Обращаясь к ингушскому народу, несмотря на то, что те войска, которые введены, они имеют в составе своем русских. Эти русские выполняют приказ вышестоящего начальства властей, которые действуя по сговору пытаются разжечь на Кавказе межнациональную войну. Это уже будет не конфликт, повторяю. Любая такая территориальная претензия, территориальный вопрос, как я вам показал, ведет к открытой вооруженной войне. Я прошу ингушский народ не считать русский народ виноватыми в том, что мы организовали или хоть как-то способствуем разжиганию национальной ненависти и разжиганию войны на Кавказе. Я русский. Я заявляю, что русский народ, так же как ингушский народ, находится под оккупацией и действия оккупационных властей, направленных на уничтожение как ингушского, так и русского, так и всех остальных коренных народов России. Я прошу всех, кто меня слышит, скачать это видео с YouTube к себе на компьютер, а потом закачать к себе на канал, с тем, чтобы это видео в случае, если канал убьют, не было убито вместе с каналом. На этом доклад закончил. Всем добра. Субтитры создавал DimaTorzok